Бро, привет, да, именно ты. Если ты зашел на данное видео случайно, то, ну, если ты даже мой подписчик, то обязательно смотри видеоролик до конца, здесь я расскажу о всех фишках новой FIFA. Все, погнали смотреть и смотри обязательно до конца. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Канадус ФПС и я одним из первых, а я надеюсь, что самым первым, записываю и снимаю FIFA Mobile 920, оговорка 20, бета, бета. Одним из первых я ее закачал, увидел, она должна была выйти в 22.00, но вышла в 22.05, сейчас очень поздно и поэтому я разговариваю с вами так, ну, тихо я, я надеюсь, я тихо говорю, то сейчас придут все-таки, эй, че ты такой дерзкий, а, че ты тут базаришь? Я надеюсь, что в игре, ну, в игре, конечно же, не будет каких-то кардинальных изменений, ну, сами понимаете, что это и спорт, все дела, но я надеюсь, что хоть какие-то изменения там будут присутствовать. В геймплее изменений я, конечно же, не жду, ну, сами понимаете, FIFA 19 Mobile была революционной и что ждать от FIFA 20, конечно же, того же геймплея, вот. Как вы уже поняли, нам, так скажем, предоставляется чуть меньше месяца, где-то 3 с чем-то недели, чтобы протестировать данную игру и, так скажем, высказать пожелания и спортс. Сейчас, я не понимаю, почему не грузит. О, сейчас, короче, видимо, налетели, а, вот уже все, уже все, и сейчас мы заценим эту игру, пройдем прохождение, видос будет очень долгим, минут 20, я думаю. Вот, давайте сделаем, да, вообще, мне 26, а вот так. Да, вход на этом устройстве, учет, если вы удалите, то все ваши сохранения здесь завершатся, ну, удалятся, потому что учетную запись можно только как гость. А гость, это не аккаунт, это как ничто, читайте. Ваше имя. А давайте сделаем Рус, Рус Фифа Пес давайте. А, нет, давайте Рус Пес Фифа. О, вот это я люблю так постебаться над собой Рус Пес Фифа. Идеально. Кстати, ребят, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, и если вы все еще смотрите данный видеоролик, то смотрите до конца. Не бегите качать данную Фифу, лучше сначала посмотрите видеоролик, потому что Фифу вы скачать еще успеете. Так как 19-я часть Фифы Мобайл, она была в ограниченном доступе, то есть там она где-то часов 12 повисела, ну, ладно, шучу, часа 2 повисела, ее кто успел скачал, я успел скачать. А вот мой брат, например, не успел скачать, он такой, типа, э, где Фифа, э, что такое, э, ты скачала, где я, я что не скачал, вот я лох, все. Вот. Так вот, прямо, вот, буду читать. Приветствую вас в бета-версии нового сезона Фифа Мобайл. Мы хотим испытать некоторые новые игры, а я думал, оргазм они хотят испытать, ну, ладно, неважно. Мы хотим, а, ладно, перед тем, как мы начнем, вы, я надеюсь, подписались на канал, кстати, когда наберем 650 подписчиков, я сделаю конкурс на 1000 рублей, вот. Вообще, в принципе, много конкурса будет на канале. Ну, смотрите видос до конца и берите что-нибудь вкусненькое, потому что видос будет очень долгим. Мы хотим испытать некоторые новые игровые возможности, поэтому в игре возможны ошибки. При обнаружении ошибок и неполадок мы будем обновлять бета-версию. Мы ценим ваши отзывы. Так вот, не бегите сейчас качать игру, потому что, в отличие от 19-ой бета-версии, 20-ой бета-версии, она будет всегда в открытом доступе, я надеюсь. Бета-версия, чтобы... ну, просто вы чекните, если она есть, просто поставьте на закатчик и смотрите видос дальше. Бета-версия. Чтобы открыть другие игровые возможности, прийдите вступительное упражнение. То есть, мы сейчас будем проходить эту нудную фигню. Ну, то есть... Давайте сейчас музыку заценим. Какая музыка? Сейчас микрофон отключу. Парни, парни, они даже... Так, включаю микрофон. Включаю микрофон. Они даже музыку новую не поставили. Вот как в песке. В песке вы же знаете, что там 10 треков. Ну, кстати, вот в 19-ой песке там говно треки, а вот... В 19-ой пес, в 20-ой пес треки вообще... А нет, в 18-ой и 17-ой песке треки огонь. А в 19-ой там что-то какой-то рэпчик непонятный. Мне не понравилось. Давайте, удар. Что, лагает? Лагает. Как так? Я же только новый смартфон купил. Зачем лагать? Не надо лагать. Смотрите, какой-то странный удар. Мое желание, это чтобы скриптов поменьше было. Посмотрите, как красиво идет мяч парашютом. Давайте, бьемся. Удары стали немножко другими. Ну, серьезно. Физика, удары реально другие. Я не знаю, вам сейчас это не кажется, потому что я так же на YouTube ставил, на стриме смотрел. Я думал, что какие удары, вроде такие же. Что за фигня, что он тут мне впаривает. То, что удары другие. Ну-ка, давайте празднование. Ну, празднование похлопал, в ладоши все дела. Вот, жизнь удалась. FIFA Mobile. Снимаю самым первым. Я вот сейчас снимаю, сейчас выложу прям ночью. Нам выпадает украинский нападающий Кравец. Из какого-то, я не знаю, клуба. Вот. Мне кажется, вот эта бета-версия, она и будет этим окном. Там будут FIFA, VS Ataka и матчи. Я буду стримить, надеюсь, буду стримить бетку. Так что подписывайтесь и будете смотреть стримы. Давайте пасы теперь посмотрим. Мне, кстати, нравится, как мяч. Давай посильнее пас, посильнее. Посмотрите, как красиво. Я вот серьезно говорю. Вот вы сейчас смотрите, типа, ну, модельки игроков такие же. Ну, бегают, прыгают, они как-то так же. Ну, нет уже этих изменений. Зачем нам тут впаривать? Ребята, графон реально не изменился. Я вам скажу в плане того, а вот именно, вот как это я, не силен в этой теме. Я имею в виду там вот эти всякие физики. Вот. Нам выпадает вратарь Макаридзе, грузин, если я не ошибаюсь. Вот. Сейчас нам дадут 9 серебряных игроков, и у нас будет укомплектованный состав. И мы, кстати, и мы будем разрывать этим бич составом. Так, теперь тут скорости нет пока. Тут просто Бела бежит без скорости. Просто введение мяча. Так, теперь мы бежим. Ну-ка, финт. О, финт. Финты так же. Финты такие же. Чтобы сделать финт, кстати, избегать препятствий. Смотрите, сейчас я... Так, а, тут просто нужно избежать препятствий. Мячик просто... Ну и удар. Удары другие, я серьезно говорю. Удары более... Какие-то плавные, красивые. Вот если в предыдущей части удары были просто, ну, по девяткам, я это понимаю, да? Удары были какими-то быстрыми, и... Ну, вы поняли, я надеюсь уже, да? Здесь удары какие-то, знаете, элегантные, красивые. Добавляйте что-то там, я... Это все дела в Ultimate Team. Ну, дизайн игры не изменился, да? Я так понимаю, что в следующей... Ну, в этой части дизайн будет такой же. Ну, ладно, не суть. Нам важен геймплей. Рейтинг общей вашей команды показывает, насколько... Ну, это понятно, да. Это понятно. Нажмите по общему рейтингу, чтобы добавить новых игроков. По общему рейтингу. Ага. Рейтинг общей вашей команды улучшился. Ищите хороших игроков, ну, да. Короче, ребят, я вам предлагаю сделать себе бич-состав. Реально, вот прям бич-бич. Какой только... Вот какой только возможно. И сыграть бич-составом против топовых составов. И надратим вот так вот. Ну, вы поняли. Бета-версия. Оставшаяся часть бета-версии теперь доступна. Продолжайте играть в бета-версию и тестировать все доступные режимы. Вот. Я, если честно, не помню, какая была бета-версия... Ну, помню, да, помню. Какая была бета-версия... Так, обратите внимание. Все рейтинги и характеристики игроков взяты из предыдущего сезона. Они будут обновлены после... Ну, это понятно. Достигнутый в бета-версии прогресс не будет перенесен в новую филу. Понятно. Во всех игровых точках первые 12 часов предусмотрен бонус за первую победу. Нормально. Здесь вы можете играть в точках, строить часовую команду, затем переходить к другой главе и новым списком лидеров. Что за глава? Странно. Какие-то главы. Ладно, парни, давайте матч 11 на 11. Нам пишут, что матч будет изи. Ну, легко там написано было. Давайте. Это у нас, знаете, такое типа прохождение и оценка геймплея. Сейчас мы, кстати, сразу включим кнопочки. Так. А у нас тут, я надеюсь, лагать не будет. Парни, парни, я боюсь, что на записи сейчас будет лагать. Потому что высокое качество. Я вот сейчас извиняюсь. Да, лагает. Ребят, на записи лагает. Так. Во-первых, мы изменим игровой процесс. Мы уберем только жесты. Мы уберем автопасс и автоудар. Плавающий виртуальный жойстик убираем. Вообще все нахер убираем. И сейчас мы, это короче... Во-первых, мы сейчас сдадимся. Потому что я не хочу, чтобы мои подписчики смотрели лагодром. Да, мы сдадимся. Далее, далее. Смотрите, тут, кстати, тоже это за энергию все дела. Ну, как в FIFA Mobile, да. Новые, кстати, посмотрите, новые эти эмблемы FIFA Points. Ну, FIFA Points, да, ну, понятно. Так, я хочу домой, парни. О, все, все. Зависло, зависло. Блин, я хотел снять видосик оттуда. Сейчас, короче, все школьники полезли играть в эту игру. Школьники, зачем вы лезете? Вам все равно это не нужно. Мне видосик нужно записать. Ну-ка, быстро ушли все. Ладно, сейчас, мне кажется, придется выходить из игры. Давайте сейчас прям в прямом, так сказать, эфире мы выйдем. Ну-ка, снимает. Скачать FIFA Mobile Beta Edward FIFA. Ну, он сказал, что скачать FIFA Mobile. А я сказал... А я... Блядь, я FIFA Mobile включил, сука. Я уже нервничаю. А я записываю. Я надеюсь, я первый запишу. Ну, мне как бы плевать, первый или нет. Мне главное, чтобы на меня подписались и посмотрели данное видео до конца. Вот. Ну и лайк поставил. Вот, смотрите, вот теперь быстро загрузилось. Видимо, первый раз после скачки всегда такие. FIFA 19 и 18. Вообще везде так было. Кстати, а, все, так, вот, вот, параметры, графика, графика. Смотрите, ну, графика высоко, низко и очень низко. Я не понимаю, почему пишут очень низко, низко и высоко. Нужно писать высоко, средне и низко просто. А то низко, это как будто принижение какое-то. А так это средняя графика. Все, мы сейчас выйдем и у нас обновиться на среднюю графику. И вот всегда выходите, потому что, ну, типа, типа, не обновиться. Там рекомендации, что нужно быть. Блин, видос длинный, длинный, длинный. У вас, наверное, куча дел, а вы, блин, парни, я вот реально респектоз. Потом в конце напишите. Я вам скажу секретное слово в конце. И вы напишите его. И я так пойму, досмотрели вы до конца или нет. Кто досмотрит до конца, тут красавчик. Серьезно, серьезно. Так, учусь, как будто я сейчас веду стрим. Ну, вы поняли. Так, ну все, давайте перейдем в графику. Посмотрим. Низко, все нормально. Так, логотип. А, где логотип? А, тут это же бетки я забыл. Так, все. Так. Большие кнопки нам, я надеюсь, не нужны. Если что, включим большие кнопки. Так, ну что, поехали. Мы сначала сыграем. Ладно, давайте события сыграем. Возможные награды игрок 80+. Я надеюсь, нам тут подбустят эти награды. И, я надеюсь, тут есть паки. Ну, просто, чтобы заценить, как их открывать. Все дела. Давайте, вот смотрите. Суть в том, что вот сейчас мы прямо за... Вот удар низом. Давайте. Удар низом. Совершенно другой удар. Ну, блин. Нет, немножко что-то фризит. Но, мне кажется, это не из-за смартфона. Я вам серьезно говорю. Давайте бахнем. Бахнем пушечку. Пушечка. Давайте еще раз пушку. Только не промах... В каркас. Не, мы проиграли это событие. А, нет. Мы... Вратарь. Ой, все. Короче, вывод такой. Удары. Остались немножко. Я просто не могу оценить. Я просто... Мне просто нравится, как Агуэров 19... Нет, удары реально... Вот просто реально потом... После... Я надеюсь... Блин, я надеюсь, не лагает. Блин, это как я буду... Так. Слушайте, надо... Так. А вот это что такое? А, это у нас финт. Финт. О, ребят, смотрите! То есть, получается, если нажать просто на рывок... Смотрите, если провести вверх, то будет такой финт. А если нажать два раза, то будет финт с пятки... А, нет. Можно и один раз нажать. Это будет финт с пятки на пятку. То есть, вот такая еще тема. Блин, ребят, я искренне надеюсь, что это не из-за смартфона моего лагает, а из-за того, что сейчас на серваках очень много людей. Ну, отпишите в комментариях, если что, лагает или нет. Вот. Ладно, короче, давайте по-бырому это событие пройдем уже. А то, блин, вратарий... Вратарий реально дикий. Если такие вратари будут в FIFA, то... Бля... То я буду очень рад, серьезно. Давайте сейчас с пятки на пятку сделаем и бахнем. Да, с пятки на пятку. С пятки на пятку. И бахнем. Ну, низом, низом, да. Так, все, низом. Видите, именно когда идет удар, вратарь очень хорошо выбирает позицию. Это прям вообще круто. Ладно, сейчас мы резанем угол. Специально резанем угол и бахнем в дальний. Ну, да твою мать! Мы пройдем уже. Ладно, давайте в следующий раз мы сейчас... Мы сейчас соберемся. Я понимаю, что... Кстати, вот заметьте. В той FIFA, если у вас бич состав, этот бич, он бил куда угодно. Ну, в смысле, я по девяткам, там по тройкам. Но не по... Бейда. Но не по... Мимо. Мимо, как вы знаете, он не... Вот, блин, я же выстрелил. Мне кажется, что меня это... Пытаются сорвать мой выпуск. Серьезно. И спортс. Вы специально? Так, давай, бахни уже, бахни, вратарь. До свидания. Все, реально. То есть, смотрите, в девятку теперь стало попасть... Давайте попробуем удар крученый. Вот, я надеюсь, вратарь крученый. Ну, просто сами знаете, что прямые удары вратарей ели... Вот, в девятках. Хорошо. Еле-еле тащат, а крученые... Если только слабый крученый. Давайте еще крутанем. Ну, хорошо бьет. Кстати, ребят, хочу мяч купить... В смысле, неудачный... Ладно, пофиг. Хочу купить мяч для... Давайте равную игру. Для футбольных челленджей новый. Вот смотрите, какой брать. Новый мяч премьер-лиги, который очень красивый, но он мне что-то не нравится. Самому. Ну, я знаю, что вы напишите, например, на свое усмотрение, но я хочу ваше мнение, потому что мяч-то в кадре будет. То есть мяч тренировочный, либо мяч премьер-лиги, вот обычный, белый. Но, как вы знаете, я играю на не очень хорошем поле, то есть там половина земля, точнее 90% это земля и немножко травки. Вот. И то есть этот белый мяч, он потом станет, ну, сами понимаете, не белым. Так, что-то лагает немножко. Что-то лагает, что-то лагает. О, я смеч... О, этот баг был еще в FIFA. Я, по-моему, даже видосы делал. Давайте забьем невидимым мячом. Нет, невидимый мяч. Блин, я так не могу играть, серьезно. Испорс, я понимаю... Я могу выйти вообще из игры? Блин, я даже выйти не могу. Ребят, вы понимаете, насколько все убого? Я даже... У меня, у меня что-то все... У меня все лагает. Испорс, что такое? Я-то думал, вы мне подкатьте хорошую игрушку. А вы что мне тут? Это что за... Это какое-то кидаловое... Давайте, крученый. Нет, нас тут роча блокирует. Роча-дроча блокирует нас. Мне кажется, мы пройдем сейчас вот эти все... Так, перекрываем. Пройдем все вот эти четыре события. И уже будем завершать. И ждите кучу, просто кучу видосов. Сегодня я снял один видос. И сейчас, походу, это будет второй за день. Потом еще я сниму видос про кубок фиферов. Как я состав собирал. И как я за него прошел. Там собрал форму. Ну, типа, там составом 60, типа, победил состав 85. И забрал форму. Типа, тест состава моего. Оп. Вот непонятно, что там. Самое главное, я хочу, чтобы... Вот, вы знаете, что с FIFA 14 на консолях пошла такая тема, что мяч не привязан к игроку. То есть, мяч действует отдельно от игрока. Я надеюсь, что здесь такая фишка есть. Потому что в предыдущей версии вроде такого не было. Так, мяч наш, я надеюсь. Можно мяч, пожалуйста, плиз. Такое чувство, как будто я сейчас играю по сети. А, да, я же по сети... Сука, я же по сети играю сейчас, да? Да, я, походу, парни, я играю по сети. А вот почему лаги такие. Так, кыш, кыш. Короче, парни, собрались на молчаночке. Сейчас скажут, плагиатит молчаночку. Так. Эээ, эээ, что такое? Так вот, ребят. Ладно, короче, парни, завтра придется потратить. Ну, типа, смотрите, мне нравится больше оранжевый мяч, но он как бы... Блин, не гол. Стремно играем мячом, которого не видно. Вот. Короче, смотрите, просто Винетия, то есть как бы он даже в спортмастере уже появился, этот новый мяч, оранжевый, зимняя версия. Но как бы его демонстрации даже не было. Ну, типа, Винетия, про него инфы нет. Поэтому я вам сейчас скрин не могу сделать. Вот. Ну, я куплю... Ну, смотрите, он как бы дешевле. Да, я снимаю фифу и говорю вам про мячи. Так, это гол, да? Это не... Фу, кыш. Вот. Типа, смотрите, тот мяч стоит 1500... 90, который я хочу купить красивый, да? А тот стоит... А тот белый стоит... Два косаря. И типа, как бы, я лучше возьму, который мне нравится. И типа, он... На моем поле-огороде не испортится так сильно. Вот. Будет выглядеть красиво. Да еще, если я буду снимать зимой футбольные челленджи, ну, такое тоже будет. То, скорее всего... О, все. Хана. То, скорее всего, я сейчас пойду удалять видос. И сейчас буду снимать в 720, походу. Сейчас мы доиграем, ребят. И я пойду удалять видос, который я... Ну, бич-клуб снимал. Придется удалить. Там я за Вильямса хитрик оформил. Ладно, ребят. Нет, давайте мы сейчас закончим. Вот это. С этим матчем. Не будем уже там дальше. Дальше будет продолжение в следующих видео. Ну, короче, ребят. Это как-то стрёмно. Это мяч. Ладно, давайте сделаем выводы и будем завершать. Ну, и гол забьем. Давай, гол. Да, я забил. Я, походу, Кравец, украинский мастер, забил гол. Я даже монтировать не буду. Я просто зарендерю его. Там срежу конец и выложу. Ну, типа, чтобы быстрее... Быстрее всех, фаста-фаста. Давайте сделаем выводы и будем заканчивать этот... Ну, видос. Так, все. А, нет. Вот. Надеюсь, не лагало. Надеюсь, было очень круто. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ну, сейчас мы закончим. Сейчас я добью этого игрока. Вот. И, короче, ладно. Мне похрен. Короче, у меня есть 2500. И, как бы, мне пофиг на деньги. Я лучше куплю мяч. Ну, у меня еще встал вопрос. Купить профессиональный мяч за 1500. Но он не очень красивый. И он тоже будет серый. Либо купить уже... Блядь. Это как вообще? Я что-то не понял. Как это произошло? Ладно. Пофиг. Купить профессиональный мяч. Типа за полторы. Либо купить тренировочный мяч. Но, типа, Nike. Все дела. За 1500. Либо белый Nike за 2. Косаря. Вот. Ну, ладно. Как-то мне пофиг. Я лучше сэкономлю. Куплю, наверное, за 1500. А, ладно. Ребят. Когда не можешь выбрать между двух, ищи третий вариант. И я найду третий. Я куплю пумовский мяч. Пумовский мяч за 1700. Вот. Появился в Спортмастере новый пумовский мяч. Но он тренировочный. Но там, ребят, швы. Блин. Реально. Я делаю обзор на FIFA Mobile и говорю про швы. И какой мяч купить мне. Ну, ребят, я советуюсь у вас. Потому что вам же этот мяч в кадре видеть. Сейчас еще скажу немножко. Вот. Пумовский мяч за 1790. Любительский. Ой, нет. Тренировочный. Вот. Но там швы идеальны. Там это ручная шивка. Но там, короче. Короче, там швов не видно практически все качественно. А у Nike там швы видные. Но мне Nike больше нравится. Не знаю. Ладно. Короче, ребят, возьму Nike оранжевый. Посмотрите, кстати. Завтра буду снимать челлендж. И завтра выйдет видос. Вот. Наверное. Я не обещаю точно. Ладно, ребят. Давайте еще зайдем в испытание. Пройдем. И уже будем завершать. Что еще хочется сказать. Хочется за этот год добить 10 тысяч подписчиков. Чтобы в следующей бета-версии у меня так это. 10к сабов. Так. И русский фпс. Зебист. Так. Я что-то на расслабончике начал играть. Что-то со мной не то. Ладно. Так. Финт. Пробросил и лупанул. Е-е-е, Нига. Девятка. Так. Теперь нужно обмануть вратаря и сделать красивую. Да. Крученый удар и залетай. Ну, тут как бы расстояние такое. Сами понимаете. Давай, крути. Ми. Вот. Я не закончу выпуск пока. Ладно. Это бессмысленно. Потому что памяти-то нет. Сейчас. Завершится видос. Ладно, ребят. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. И если вы досмотрели до конца, пишите. Пишите. Покупай оранжевый мяч премьеры лиги. Ну, типа, российской. Вот. Покупай оранжевый мяч премьеры лиги. Вот, ребят. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк этому видео. Оставляйте несколько комментариев. Делитесь. Уже язык заплетается. Уже видите, сколько времени. Вот. Я хотел пересмотреть Тор Рагнарёк. А потом так, смотрю, бетка выходит. А, видос запишу. Вот. Делитесь этим роликом с друзьями. Типа, чувак, тут, это, один мой, этот, такомый, короче, блогер снял обзор на бетку. Короче, посмотри топовый чувак. Вот. Делитесь и не забывайте подписываться. Самое главное. Подписки. Нам нужно бустануть 10к на следующий год. Все, ребят. А мы стремительно двигаемся к тысяче. Все. Поэтому всем пока. И все-таки я куплю желтый мяч. Ладно, пофиг. Сколько он прослужит. Ладно, я потом на следующий сезон другой куплю. Все, ребят. Всем пока. А, кстати, выйдет тест футзальный. Сначала тест мяча. И, короче, брат мой будет на оборотах. Я не знаю, как он будет тащить. И, кстати, штатив-то пришел. Штатив пришел. Вот. Будем со штативом снимать. Правда, он пришел. И это он, короче, мелкий. Он очень низкий. Ну, ладно, нам сойдет. Это все же лучше, чем снимать с бутылки. Вот. Типа, бутылку там вырезаешь. И, ладно, короче, я что-то говорю много. Вот. Подписались. Так, поставили, поделились. Колокольчик, там, все дела. Не пускайте видосы. Стримы. Стримы. Вот. Все, ребят. Всем пока. Не, я все-таки куплю оранжевый мяч. Мне пофиг. Я куплю оранжевый. Все, пока-пока. А потом, если что, просто куплю еще один. Все, пока-пока.